всем доброго времени суток я рада что вы снова заглянули ко мне на кухню сегодня я хочу поделиться рецептом куличей пасхальных куличей которые всегда пикуя что нам для этого понадобится во первых хорошее настроение во вторых продукты молоко 400 миллилитров молоко должно быть очень теплая дрожжи 40 грамм 6 яиц я уже отделила белки от желтков белки я уберу в холодильник на какое-то время растопленное сливочное масло приблизительно 150 200 грамм чайная ложка соли затем сахар визительно грамм 200 сахар вы можете добавлять по вашему вкусу как вы любите если вы сделаете сильно сладкое тесто она не будет подниматься ванильный сахар точно также можно просто ванилин добавить опять же как вы любите и здесь у меня изюм и сушеная клюква я уже запарила кипятком отсадила лишнюю воду и вот выложила на салфеточку для того чтобы как можно суше был потом изюм сухофрукты добавлять вы можете орехи цукаты и все что вы любите для начала нам нужно сделать опару для этого я молоко теплое молоко выливаю в емкость в которой я буду делать опару добавляю дрожжи добавляю пару столовых ложек сахара здесь у меня килограмм просеянной муки как вы уже успели заметить приблизительно грамм 100 150 добавляем муку и начинаем тщательно размешивать для того чтобы получилась однородная масса не было комочков вот так выглядит опара мы накрываем накрываем полотенцем и отставляем в теплое место для того чтобы опара наша подошла увеличилась размерах вы посмотрите на это чудо вот так поднимается опара вот так живут дрожжи сейчас в емкости где я буду заводить тесто делать тесто я желтки смешаю с сахаром вот беру вот такую огромную емкость для того чтобы было место чтобы наше тесто подходило чтобы ему было место где жить где дышать и нужно все просто теперь хорошенько тщательно смешать я надеюсь вам хорошо видно да желтки с сахаром я до бела растерла до чтобы сахар растворился сюда же посмотрите опара убегает со скоростью ветра все это нужно делать сейчас я добавлю сливочное масло до желтка немного размешать и сюда же мы добавляем опару просто просто добавляем посмотрите какое чудо опара волшебное получилось сейчас это все нужно тщательно вместе соединить посмотрите белки 5-6 белков которые отставляла в холодильнике я взбила крутую пену сейчас я их добавляю и вмешиваю белки в оставшуюся массу сюда же небольшими порциями мы добавляем муку и начинаем вымешивать тесто как только тесто будет немного гуще я тогда уже буду замешивать его руками ну вот как то так выглядит процесс тесто получается очень много на эту порцию так что если у вас не очень большая семья и будет мало гостей так что делайте все наполовину да я наверное забыла сказать что соль я добавила в муку и уже вместе с мукой добавляла в тесто сейчас у меня осталось совсем немного муки вот здесь на донышке из просеянного килограмма я высыпаю сюда изюм и вот так немножко как говорится смешиваю с мукой и вмешиваю в тесто и теперь нужно тесто вымесить до конца тесто должно быть очень можно сказать даже таким полужидким очень мягким вымешать его нужно очень хорошо изначально оно такое тепленькое тесто должно получиться не очень густым его нужно хорошо еще раз повторяю вымесить вот такое по консистенции получается смотрите по муке будет мало килограмма добавляйте еще совсем немножко но не забивайте до тесто мукой вот запах уже от теста даже вкусные слюнки текут теперь я тесто оставляю для подъема как только она увеличится в размере я его снова подмешу и распределю по формочкам и так смотрим на наше тесто прошло где-то ну часик чуть чуть больше и вуаля тесто вы видите какое оно получается воздушное сейчас мы еще раз хорошо его подмешиваем прям хорошенечко но тут стоялась и такое аж пышет обычно для дома для семьи я делаю всегда просто руками без перчаток но так как я снимаю видео очень многие недовольны так что делаю вот так перчатка и так что я делаю дальше тесто я поднесила у меня есть вот такие формочки кстати это подарок из россии моя сестренка мне передала нам нужно положить тесто формочки и оставить для того чтобы тесто формах еще раз немного поднялось делаем это таким образом подворачиваем аккуратненько стараемся чтобы сверху не было изюма потому что при выпечке он будет гореть лучше его оставить внутри да в тесте вот таким образом показываю и делаю только два куличика остальное тесто я сделаю булочки где-то одну треть формочки заполняем тесто и оставляем опять на расстойку куличики расстоялись а увеличились а в два раза и сейчас я их ставлю в духовку готовы они остыли на заднем плане вы видите тарелочку с булочками булочек было на два листа это все что осталось я даже не успела ничем смазать разошлись и так делаю глазурь последнее время года 3-4 я делаю глазурь без яиц без белков на основе желатина увидела на просторах интернета что-то новое решила попробовать нам понадобится сухое молоко здесь у меня 4 столовые ложки сухого молока к ним мы добавляем сгущенное молоко сначала я добавлю две столовые ложки нужно тщательно размешать и уже смотреть по консистенции если это будет слишком густо то нужно будет добавить еще сгущенного молока я вижу что уже будет очень густо значит я сразу же добавляю сгущенное молоко в общем тщательно нужно перемешать потом будет видно сюда же мы добавляем пару ложек лимонного сока так не будет приторно-сладко и все это перемешиваем до однородной массы девочки в рецепте русским языком написано 4 столовых ложки у меня же как всегда мои 4 столовые ложки были с горкой поэтому у меня ушло практически пол банки сгущенки никаких тут не пару ложек получается такая невероятная вкуснота можно просто убрать и ложкой кушать украшаю куличи я наверное это сделаю таким образом макнем куличиком поглубже да почему у меня опять в этом в этот раз разорвало тесто вы же видели какого размера поднялись куличи то есть это еще увеличилось это половину увидел увеличилась еще наполовину вкуснота просто необыкновенная девчонки попробуйте такую глазурь не пожалеете пока плоды не застыла сразу нужно украсить посыпками вот такой красотень получается мне очень нравится знаете я вам наверно на примере булочки покажу как выглядит тесто какое оно получается то есть вот оно вот такое мягонькая очень мягкая воздушная и вы посмотрите какое оно внутри вот так выглядит тесто видите и кулич точно такой же получается он прям вот такими даже не знаю как сказать прожилками очень воздушная это тесто мне никогда не подводит единственное что нужно терпение для того чтобы куличи и формочках хорошо подошли и тогда и выпекаться долго не нужно я вам говорю фрое о стран потому что это немецкая паска наша паска будет позже через недельку куличи на русскую паску я тоже буду обязательно стряпать если вам понравилось хотя бы напишите всем всего доброго пока пока а а а